Сегодня вот такое торжественное мероприятие, которое произошло в нашем небольшом Углеборском городском округе. Дети, которые совершили, по сути дела, поступок, связанный с их человечностью, ну, милосердием по отношению к человеку, а не спасли человека. Почетной грамотой награждается Антон Матолин. Почетной грамотой награждается Андрей Васильев. Ну, так держать. Ну, и, конечно же, это велика заслуга родителей. Вернулся, потому что у меня гамак назад покатился, я посмотрел и увидел какой-то вот силуэт такой, не дерево, не сугров, не ничто, и я подошел к пацанам, сказал то, что вот там, походу, кто-то лежит. Мы пришли, и это вот мужчина оказался. Он у меня, знаете, немножко скупой на эмоции, он не так, что вот он вот так вот об этом. Он рассказал об этом, ну, можно сказать, даже как просто о каком-то рядовом случае, то есть не было такого, что мама, представляешь, ну, а просто пришел и рассказал, что так и так было, говорит, скорую вызвали, я говорю, ну, он, говорю, хоть живой, он, да, говорит, живой. Говорит, правда, весь синий, говорит, вот, так что, я говорю, ну, молодцы, молодцы, хорошо сделали, не пошли мимо. Сначала мы ему кричали, живу или нет, после позвали мальчиков, которые отрывались вперед, пошли, там были сугробы, все проваливались, подошли к нему, начали его, ну, проверять, живой он или нет. Проходил мимо мужчина, он подошел, спросил у нас, что произошло. Мы сказали то, что вот мужчина лежит. Ну, мы ему надели перчатки, шапку, штампы и потянули. Да вынесли из леса и стали ждать скорую. Там никто не ходил, не было следов, все было в снегу, и на фоне вот этого белого снега, он был в темной одежде, и он сильно выделялся, и поэтому мы его так легко заметили. Я вижу сейчас проблемы, у нас они в обществе, в принципе, что подошел уже, или там подошло такое поколение, которое без, ну, было воспитано без высоких моральных принципов. Чтобы человеку не занимать время, даже там, ну, как бы на такие пустяки, кажется, на оказание помощи там упавшему человеку, о чем вы говорите. Ну, я пробегу лучше мимо, но я могу снять, как он красиво упал, можно даже над этим посмеяться, да, там. Поэтому, ну, вот, я думаю, отсюда идет. Проблема-то именно отсюда, то, что какие приоритеты мы ставим перед собой. Не было во время Второй мировой войны, то есть Великой Отечественной, да, таких примеров, ну, там, подвига Александра Матроса. Он был реальный, да, он был реальный. То есть, там, по-разному сейчас там это все воспринимается, там, да, можно было там не гибнуть ему, можно было там дождаться артиллерии, там, или еще что-то. Ну, то есть, сейчас, естественно, по прошествии времени можно, да, но человек, понимая, что он погибнет, ради своих, что называется, товарищей, пожертвовал жизнь. Не мог поступить по-другому, просто иначе. Поэтому, ну, как бы, там, о высоком всегда трудно говорить. Ну, это высокое, оно должно быть у нас жить.